Привет друзья! Вы на канале Лиотский Хаус, где я освещаю все этапы строительства своего дома. Но пока не основного дома, а мини домика, пригодного для постоянного проживания на весь этап строительства. Вот собственно сегодня я закупил для него пиломатериалы. Дом будет размерами в длину 6 метров, а шириной 3 метра. Высота 3 метра, а высота конька составит 4,2 метра. Также будет пристраиваемая терраса, шириной 2,5 метра и длиной по фасаду 7 метров. Более подробно о проекте дома я познакомлю в одном из ближайших видео. Это для понимания общей картины. На домик по расчету нам надо около 8,5 метров кубических древесины, а на террасу около 1,5 метра кубических. Всего 10 метров кубических. Древесину брал в мае. На тот момент сумма составляла за сосну первого сорта 13,5 тысяч рублей за куб. И я уже тогда негодовал, так как сумма от прошлогодней уже отличалась на 3 тысячи рублей. Но как оказалось это только начало. Дальше было больше и цена поднималась до 24 тысяч рублей за куб. Я не заснял разгрузку и укладку первого штабеля, так как забыл вставить карту памяти. А вот чего не сделал пару фото, вопрос. И ладно. Первый штабель мы с другом уложили на бетонные столбики на высоте от земли в 30 сантиметров. Через каждый склой укладывали прокладку. Кажется не так много, но спина на следующий день была стрункой. А сегодня на помощь я взял двух ребят. Они случайно подвернулись. Думал делать сам, но смущала на дворе пасха, а тут удачное стечение обстоятельств. Начали укладывать новый штабель, так как первый уже достаточно высок, и я переживал за него, чтобы не прокинул ветер. Второй штабель также уложили на бетонные столбики. Они в дальнейшем пойдут под фундамент домика и террасы. Доску также укладывали послойно и между слоями укладывали прокладку с шагом 0,5 метра. Каждую прокладку располагая друг над другом. Каждый слой доски тщательно подметался от опилок, так как в таком положении доска будет стоять больше двух месяцев. Уложив штабель, приступил к монтажу временного покрытия для доски, так как нам было просушить доску и просто накрыть пленкой не получится. При возведении временного покрытия я делал стойки, которые прикручивал к прокладкам, уложенными между досками. А скрепленные прокладки между собой не давали возможности древесины выкручиваться, так как я держал уже вес ниже лежащей древесины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так как в голове сидела цифра в 500 рублей за штуку за один лист ОСБ, а по факту она уже была около 1000 рублей. Но так как эти листы мне нужны будут при строительстве дома, я скрипя все же их приобрел. Дело осталось за малым, необходимо прокрасить торцы древесины, чтобы при просушивании она не тянула много влаги вдоль волокон. Вот так начался наш новый сезон. Смотрите уже как у нас тут все застроились, вот сосед Олег уже дом построил, там у нас сосед уже огородился и плиту залил. Ну и там дальше идите тоже уже. Вот сосед Виталий тоже уже работа отделочная внутри ведет. И вот познакомился недавно с Евгением тоже. Он из Казахстана, так что нас будут окружать казахи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...